Я хочу перейти к следующему докладчику. Это наш коллега профессор Раджахер Махан из Индии. Он будет докладывать по тоже таким патологическим изменениям при гепсулярном раке, при индуцированной гипергликемии пути пролиферации гепсулярных карцином. Добрый день, профессор Раджахер Махан. Это не завершенный процесс исследования. Последнее исследование показывает, что есть связь определенная, что диабет увеличивает значительно в 2,5 раза, а также неалкогольные гепатиты. Что мы сегодня знаем, это то, что есть гормональные, иммунные и другие факторы, которые здесь присутствуют, но большинство этих данных касается ретроспективного анализа, случаев, которые мы наблюдаем, или же подтверждающих случаев доказательства. Как основа этой работы, мы рассматривали аберрантные сигналы, которые присутствуют в HCC, и мутации генов CTT-NNB1, бета-каротина, закодированная бета-каротина. Также нужно отметить, что существует атипичное аккумулирование бета-каротина, и в настоящее время доказательства связывают вот эти факторы, бета-каротин, гиперглицемия и другие виды рака также связаны с этой проблематикой. И эта связь как раз и способствует пролиферации тому предмету, который мы изучаем. Если мы продолжим по этой основе для исследования, то я могу сказать, что DKK1, DKK2, DKK3, DKK4 имеют определенные ограничения, если мы говорим о силе сигнала, который как раз это вызывает. И DKK2 и DKK3 гены, они неактивны в HCC, но если у нас пациент с HCC, мы берем образец, и мы видим, что DKK4 там у нас уменьшено количество, мы экспериментируем с этими соотношениями и опухолью, ее развитием, ее распространением. Для того, чтобы понять какие-либо зависимости этого распространения. К сожалению, эта тема очень широкая для того, чтобы ее кратко излагать для такой аудитории. Но я постараюсь кратко кое-что представить. Я представляю группу, как вы уже слышали, мой коллега также здесь присутствует. И у нас есть также целый ряд сотрудников, которые занимаются целеверной биологией, клеточной биологией, и они, конечно, больше объем работы проводят, потому что я и мои коллеги обеспечиваем основным образцы для изучения сравнения. Мы также делаем инвитро исследования, проводим образцов человеческой HCC. Вначале это не планировалось, но, тем не менее, мы увидели, что полезно и это тоже изучить, для того, чтобы в зависимости в человеческих органах подтвердить то, что было обнаружено раньше на животных. И используется целый ряд методов в этом исследовании. Довольно много аналитических методов, которые мы все больше прибавляем новые в это исследование. Я не буду углубляться в каждом из этих методов. Как мы гиперглицемию можем исследовать в опухолях? 5-6 недель возраста мыши, которые мы используем в лаборатории для цели изучения. И одной группе позволяется пить нормальную воду, вторую – с глюкозой. И вторая группа пьет воду с глюкозой. И вы видите 130 миллиграмм на децилитр. Мы считаем это гиперглицемия условием для получения. И также примерно 5 миллионов Кеп-Г2 клеток мы инжектировали во вторую группу, для того, чтобы там начала образовываться опухоль. Затем мы ее замеряли, как она растет, с какой скоростью. И, конечно же, эти мыши должны были быть пожертвованы для цели исследования. Но, к сожалению, без этого мы не могли бы определить эти зависимости. Мы также изучаем подобные зависимости, пытаясь найти подтверждение. И в человеческих органах образцы мы берем при согласии пациентов для такого рода исследования. И после того, как биопсия берется, мы берем для исследования образец, транспортируем примерно на 500 километров отстоящую от клиники, где берется биопсия, исследовательский центр, в котором мы работаем. И мы хотим первую гипотезу подтвердить, что гиперглицемия увеличивает распространение этого вида карциномы. Мы использовали ГЕП-Г2, СК, ГЕП-1 для изучения этой пролиферации. И контролировали схожесть в различных особях эффекта. Особенно если у нас присутствуют клетки ГЕП-Г2. Мы не увидели распространение или ускорение распространения опухоли. Вот это диаграмма, которая показывает линии клеток, клеточные линии, а также обычная гликемия, гипергликемия. Когда мы смотрим на распространение, мы видим, что максимально распространение в группе с гиперглицемией. И если вы посмотрите на колонии, колонии, которые мы обнаружили, максимально они, опять же, присутствуют в гиперглицемии в этой группе, по сравнению с нормальной гликемии. И если мы посмотрим на цикл, клеточный цикл, покажет эти разновидности клеток, то, опять же, гипергликемия S-фазу у нас показывает. Если вы проанализируете по методу Элизы, иммунный ответ клетки пациента, максимальный иммунный ответ во всех пациентах, у которых наблюдается гипергликемия. Для того, чтобы подтвердить одну вещь, нужно подтвердить ещё кое-что. Поэтому мы попытались выяснить, что подавляет распространение. И, например, если присутствует какой-то компонент, который подавляет гипергликемию, то, возможно, он будет также иметь положительный эффект на распространение опухоли карциномы. И поэтому мы изучили целый ряд агентов. Как вы видите, они здесь перечислены. Мы выяснили, что пролиферация при вот этих всех ПИМЭК, ПИАКТ, АКТ, ПИЭРК, ЭРК и РАФ-1 приводят значительные увеличения, по крайней мере, в двух из них. И мы видим, определенные уровни увеличиваются. И, возможно, это активирует также и процессы пролиферации, если их количество достигает определенных размеров. Мы также видим рост максимальный в гиперглицерии. Здесь вы видите гликемию. И, тем не менее, если мы видим присутствие ДКК-4, то здесь ниже при гликемии снижается значительная пролиферация, если присутствует такой агент. А у других наблюдается рост, а также рост со временем. Когда мы увидели этот эффект, мы подумали, что имеет смысл изучить дополнительно бета-катанин-зависимость, и это как раз имеет значение для данного эффекта. Что мы обнаружили, что бета-катанин как раз работает в связи с этим компонентом, который является антагонистом. есть определенное увеличение бета-катанина, и тогда протеин в экстракте ГЕП-G2 клеток наблюдается. Таким образом, мы видим, что активация этого направления бета-катанином при гипергликемии некоторые уровни бета-катанина связаны с повышенной транскрипционной активностью. Если вы посмотрите на уровень бета-катанина, который мы проанализировали методом УЛИЗа, мы увидели, что в группе с гипергликемией наблюдается максимальная активность, и также именно Флёре в ТОР-пробах показывает, что в клеточных линиях размер клеток самый высокий в группе с гипергликемией. Это говорит о том, что существует непосредственная связь между бета-катанином и направлением движения WNT, и это подтверждает гипергликемию. Когда вы сравниваете с группой с нормальной гликемией, то разница небольшая. А теперь на основании этого мы решили, что мы рассмотрим пролиферацию гипергликемии и рассмотрение ГСТС и, опять же, различие между бета-катанином и ВИТРО. Мы действительно использовали клетки для изучения бета-катанином, и через 24 часа мы поместили их в гипергликемическом условии на 24-48 часов, и мы видим, что наблюдается пролиферация, она снизилась у одной группы клеток, и большое количество колоний после этого эксперимента изучались. Поэтому обработка этих клеток, ЭЧД, снижает пролиферацию клеток ЭЧС, и мы назвали, что ДК-4 также воздействует на пролиферацию бета-катанина ЭЧС, и таким образом мы использовали, помещали их в ту же самую среду для того, чтобы снижать пролиферацию или контролировать пролиферацию ЭЧС. И здесь этот слайд такой очень плотный, но я попытаюсь вам показать, что фактически меньше число колоний наблюдается в группах, которые были обработаны в группе гипергликемии, чем в группах, которые были контрольными группами, которые мы не обрабатывали. И я не буду вдаваться в детали, я просто хочу рассказать то, что более интересно для хирургов. Это стабилизация бета-катанина и реверсивное состояние этой экспрессии. И вы видите экспрессию бета-катанина при парафизации и при нормальной гипергликемии наблюдается стабилизация этой группы, либо мы используем хлорид лития. И это означает, если мы можем каким-то образом достигнуть ограниченности пролиферации ЭЧС, используя ДК-4, и если мы можем обратить этот эффект, плазабилизируя бета-катанин, поэтому опять же мы проводили эксперимент и мы увидели, что при нормальной гликемии в общем-то небольшое различие в клетках, но если мы используем ингибицию методом лития-клоразда, то вы видите, что в образцах с нормальной гликемией наблюдается увеличение размера клеток и наблюдается значительная пролиферация ЭЧС и то же самое, когда мы посмотрим на цикл клеток, здесь вы также наблюдаете максимальную активность. Я думаю, что я пропущу этот слайд, и я перейду к ответу, который мы видим в опухоли, которая была выращена. Мы подкожно вводили эти клетки мышам, и мы заметили, что прогрессия опухоли и размер опухоли были гораздо больше во второй группе, где фактически развился диабет, и бета-протеина, бета-катанин также было больше, но мы видели, что в этой группе уровни протеина ДК4 очень сложно было обнаружить, и это говорилось о том, что богатая глюкоза среда способствует развитию гепатокарцинома и инвитро, также наблюдается пролиферация, и эти результаты коррелируются с тем, что мы получили инвитро. И мы увидели здесь, что если вы начнете с Д0, когда вы занимаетесь, вы будете делать инъекцию, и затем вы предоставите этим мышам богатую глюкозой диету, и затем на 27-й день мы прекращаем этот эксперимент, убиваем мыши, берем пробы, и мы видим, что уровень глюкозы повышен значительно во второй группе, и вес тела не очень изменился в этой группе, но вес опухоли был гораздо больше во второй группе, которая получала диету с богатой глюкозой, и мы видели, что объем опухоли также был гораздо больше, и мы увидели во второй группе, что антагонисты пролиферации, уровни этого антагониста были практически неопределимы методом ЭЛИСА. Что касается клинических образцов, большинство этих образцов были у диабетических пациентов, 6-й СИ, мы не брали эти образцы у тех, у кого не было диабета, мы проводили дифференционные анализы, и мы наблюдали, что существует связь между гипергликемией, пролиферации, и таким образом экспрессия была снижена по сравнению с нормальными тканями, и мы увидели, что HCC у некоторых подмножеств экспрессия была аналогичной во всех типах, это связано было с различными типами, в зависимости от агрессивности, и мы думаем, что степень функциональности может быть ДК-4 может быть связана с карциногенезом, и может быть это как-то скрыто гипергликемическим статусом, и мы считаем, что ДК-4 может быть является своей урозой сигнатурой в развитии гепатитарной карциномии, и данные инветро и инвайта говорят о том, что гипергликемия очень важна, и поглашение глюкозой этим клетками ЦГЦ также изменяет прогрессию, потому что наблюдается определенный уровень экспрессии протеина, я показал это во всех экспериментах, и максимальный оборот был на фазе С или фазе синтеза, и в конце этой работы мы сделали вывод, что при нормальной глипении активация обычного НТ, WT-сигнала увеличивается, и фактически это очень хорошо для всех нас, и гипергликемия снижает активность протеинов, вызывая активацию сигнала WNTC, и таким образом развивается пролиферация HSC. Мы думаем, что гипергликемия вызывает пролиферацию HSC, и таким образом это функция между бетакатонином и циклическим NYC. Это работа, которую мы проводили, результаты уже опубликованы, поэтому вы найдете более детальную информацию, если вы загрузите эту публикацию. я просто делал такой простой для группы хирургов, поскольку я хирург, и я действительно конечно не сам лучший человек, который может описать детали этого теста, как он проводится в лаборатории. Спасибо за то, что у меня терпеливо слушали, сидели здесь, если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо большое. Спасибо за такое интересное исследование, и пожалуйста вопросы по работе. Я думаю, что это очень перспективно и работа для будущего. Большое спасибо за то, что вы представили результаты, спасибо. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что у меня была возможность сюда приехать и за то, что я смог представить вот эту работу, которая начинается, которая, я думаю, продлится долго, и, наверное, когда-то я приеду и покажу вам более интересные результаты. Большое спасибо. и, наверное, Спасибо.